Опять я приподнялся, всё думал, скорее бы записать этот дневник и лечь спать, но смотрел опять этот хулют в этот раз. Очень как-то было всё необычно. Мне YouTube начал предлагать каких-то пожилых зачастую людей, которые пляшут какой-то танец, который называется хулют. И они включают вот эту вот песню, которая мне понравилась, и под неё начинают как-то совершенно дико ходить. Главное, что все объясняют, как они идут. Вот они вот так вот как-то идут, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Потом начинают крутиться и потом начинают вот так вот ходить. Либо они всё время все путаются. И очень много каких-то ходов. Я так удивился ещё сначала, подумал, что вот это музыка для пожилых женщин, потому что там совсем пожилая женщина по-английски сначала говорила. Потом вроде не такая пожилая по-итальянски начала. Потом, в общем, какие-то мужчины такие в возрасте начали что-то делать. Арабы какие-то. И все что-то ходят, ходят. И общее что-то есть, да. То есть я вижу, что они вот то так пройдутся, то так, то вот так ножку подставят. Но это что-то очень сложное. А ещё у всех этих видео есть кое-что общее. Ой, я, кстати, слышал, что соседи уже какие-то приехали или, может, они праздновали. А тут, в общем, как бы слышно, оказывается, что я хотел... А, общее, у этих всех видео, что они очень-очень непопулярные. Тут же мне, кстати, в новостях... А смысл у песни... Не смысл, собственно, а два слова. Хулют, сумут. Это сопротивляйся, бессмертная или бессмертный. Так, сопротивляйся, бессмертный, сопротивляйся. И тут же мне в новостях показывают, как зацеперы, в общем, что, ну, они могут лишаться жизни из-за того, что они сцепляются на поезда и так сопротивляясь. В общем, я не знаю, почему это. Ну, вот мне Ютуб такое предложил, и я просто удивился. А ещё сегодня в новостях мне написали, что... Это уже другая тема, она большая, основная. Что люди, которые любят побыть одни, их общество отвергает. И целая вот там статья, что делали какую-то эту статистику, проводили, что люди, которые вот любят побыть одни, их как-то... А, исключает из общества, люди их исключают. И это в статье говорится как что-то такое. Вот я даже подумал, о, надо же, что пишут-то. И потом я ещё посмотрел. Ну, во-первых, у меня, конечно, появилось сразу же мнение очень простое. И я удивляюсь, почему надо вообще проводить какие-то эти исследования, если это и так понятно, что... Если человек даёт понять, что он не любит быть один, то другой человек это понимает как то, что его компания будет выгодна просто так для этого человека, который не любит быть один. И поэтому этот человек, который не любит быть один, он даёт почувствовать, что он как бы должен. И исходя из инстинктов самосохранения, которые идут параллельно вместе с поиском выгоды, да, то есть всегда хочется какой-то... Ну, это понятно, всем хочется всегда выгоды. И поэтому, если человек мне скажет, что он любит быть один, то я буду стремиться к тому, чтобы быть с этим человеком, потому что он будет мне тогда как бы должен. Это для меня выгодная ситуация. И когда мы, опять же, подсознательно, мы когда видим, что кто-то не один, да, мы всегда немножечко чувствуем, что вот у них-то с выживанием получше, может быть. Ну, для меня это естественно, вот так вот думать, и я не знаю. Может быть, умные исследователи и статисты... Нет, это другое слово. Не статисты, я не знаю, что такое. Ладно, я уже не буду говорить, чего я знаю, чего я не знаю. Но, по-моему, статисты это кто-то другие. Монетаристы. Ладно. Суть в том, что мне понравилась эта тема, в общем-то, и я посмотрел фильм, я подумал, посмотрю какой-нибудь фильм на тему одиночества. И посмотрел фильм «Лобстер». Лобстер. Я его, кстати, я когда начал его смотреть, я вспомнил, что уже... Очень много говорю букву «Я». Что уже хотел его смотреть когда-то, этот фильм «Лобстер», но он был слишком тихим. Поэтому сейчас с колонками удалось его посмотреть. И... Но что-то было очень смешно. А что-то было слишком объёмно, слишком всеобъемлюще раскрыта тема, мне кажется. И из-за этого, на самом деле, фильм портит настроение в итоге. Можно было бы просто не раскрывать так уж прям всеобъемлющую эту тему. А, кстати, все... Вся вот эта вот... То, что нехорошая, да, как бы ситуация, имеется в виду, что что-то нехорошее. Мне, на самом деле, показалось даже и хорошим. Почему бы такое не сделать? Конечно, не совсем такое, но... По-моему, там есть одна отличная идея для некоторых бизнесменов. Там есть отличная идея. Просто прекрасная. На самом деле. Так... Ну да. Неужели я уже всё рассказал? Мне казалось, что это такая большая тема. Ну ладно. А, фильм я рассказал. Жене рассказал. Купил сегодня только хлеб. Я хочу попробовать поэкономить. А-а-а! Вспомнил! Конечно! Конечно! Вот же, вот же новость, которая уже и мне надоела. И если кто-то это смотрит, то это, наверное, всем уже надоело. С этой симкой я смог заплатить, наконец-то. Причём, оказалась удивительная новость. Ну, наверное, никто этого не делает. Но я форсирую 4G в своём телефоне для карточки, которая именно на 4G, она как бы работает безлимитный интернет у неё. Только на 4G. И поэтому я делаю так, чтобы работала только 4G, и звонки тогда не работают с телефона. И я думал, что ничего как бы не будет работать, но сегодня я заметил, что приходят смс-ки. И, ну, вот это вот оповещение, потому что я через интернет оплачиваю, и мне надо, чтобы пришла смс-ка. И я всё думал, что надо будет обязательно включать вот этот вот автоматический режим, там, где 4G, 3G, 2G, 1G и 0G. И оказалось, что это не нужно делать было. И это хорошая новость. Но нехорошая новость это то, что мне там в личном кабинете пишут, что телефон начал работать, всё так замечательно, но он не начал работать. Он так и не начал работать. Работать. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...